всем привет вы на канале я и мы принтер сегодня в ролике вы увидите как правильно установить драйвер на компьютер для принтера xerox 31 20 для windows 7 на 32 бита и на windows 10 на 64 бита и в конце ролика вы увидите видео инструкцию как правильно пользоваться нашей группой как мы отвечаем на вопросы для начала чтобы установить скачать драйвер чтобы не лазить в интернете не искать по 30 минут этот драйвер мы заходим в контакт ищем нашу группу заходим в сообщество пишем ремонт принтеров златоуст вот где аватарка с отверткой вот это наша группа ссылка на группу будет в описании под видео заходим в группу подписываемся обязательно приставим вниз тут будет обсуждение из самое первое обсуждение тут написано драйвера нажимаем листаем вниз тут есть картинка этого принтера вы поймете сразу и и тут сразу файл который нужно скачивать он скачивается в зипе нажимаем скачать мы скачивали уже у нас есть он ну нажмем загрузиться заново загрузился нажимаем на него перекидываем на рабочий стол все вот он драйвер у нас на рабочем столе есть продолжаем устанавливать драйвер заходим в пуск перед тем как зайти в пуск включаем принтер заходим в пуск и вводим в поиски панель управления или ищем справа в столбике панель управления здесь мы выбираем просмотр категория не мелкие не крупные значки просто категория ищем в левом столбике оборудование звук и под категории просмотр устройств и принтеров нажимаем вот у нас принтер написано нет данных то бишь нету драйверов он не может их найти нажимаем правой кнопкой мыши на него нажимаем свойства переходим в оборудование два раза нажимаем на поддержка usb принтера драйвер обновить нажимаем выполнить поиск драйверов на этом компьютере искать драйвера в следующем месте делаем обзор и ищем папку где куда вы засунули это драйвер у нас он на рабочем столе называется 3120 нажимаем ok теперь нажимаем далее все поддержка usb принтера система windows определила нажимаем закрыть здесь закрыть здесь ok выключаем принтер принтер исчез у нас включаем его и сейчас драйвер установится вот принтер установился xerox 3120 драйвер установился теперь проверяем правильно ли драйвер установился на данный компьютер или нет нажимаем ищем наш принтер нажимаем правой кнопкой мыши на него ищем свойства принтера здесь у вас будет сразу же первое открыто общее нажимаем вот внизу пробная печать пишет на принтере отправлены пробные страницы вот принтер пошел печатать все принтер написал поздравляем драйвер успешно установлен если вы хотите узнать более подробную информацию о данном принтере зажимаем кнопку считаем до 5 раз два три 4 5 заморгали две лампочки сейчас она печатает пробную страницу где будет написан пробег все в этом роде смотрим вот пробег принтера 84946 листов бумаги он отпечатал ну все мы попробовали установить на windows 7 на 32 бита все прошло успешно принтер обновился напечатал теперь мы будем устанавливать на windows 10 теперь мы научились устанавливать драйвер на седьмой винду на 32 битную систему теперь будем учиться устанавливать для десятой винды на 64 битную систему если вы не знаете какая у вас винда стоит и какая разрядная система я вам сейчас покажу заходим в этот компьютер или в мой компьютер по пустому месту нажимаем правой кнопкой мыши свойства мы открыли свойства и здесь мы видим какая у вас windows стоит внизу где система под система написано тип системы 64 разрядная операционная система и теперь вы знаете какая у вас стоит windows и какой разряд теперь вы узнали что у вас стоит 10 винда 64 битной системой если вы будете делать так как я рассказал видео то у вас принтер подключится и будет печатать заходим в панель управления заходим просмотр устройства принтеров смотрим принтера вот так же нет данных то бишь нету драйвера теперь заходим в браузер вводим в яндексе samsung 20 10 драйвер windows 10 от сайта hp есть драйвер для самсунга заходим на него нажимаем драйвер и универсальный драйвер печати на плюсик нажимаем нажимаем базовые драйвера плюсик и справа будет написано загрузить скачиваем открываем нажимаем да установить ждем вот открылось нажимаем далее ставим галочки в двух местах нажимаем опять далее делаем тип установки без подключения принтера принтер в этот момент должен быть включенный нажимаем далее здесь можете ничего не нажимать не пригодится нажимаем опять далее устанавливается нажимаем готово теперь заходим опять в панель управления просмотр устройств и принтеров xerox 3120 правой кнопкой мыши свойства оборудование два раза нажимаем на xerox 3120 первая строчка изменить параметры изменить параметры внизу само будет написано нажимаем второй 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 столбик драйвер обновить нажимаем выполнить поиск драйверов на этом компьютере делаем выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов листаем до того момента пока вы не увидите слово принтера вот слово принтера нажимаем листаем самый низ ищем слово универсальный нажимаем и выбираем где написано слово color это первая строчка второй столбик и теперь нажимаем далее соглашаемся ждем появилось вот такое окошечко написано закончена установка драйвера для этого устройства нажимаем закрыть здесь нажимаем ok здесь закрыть видим xerox 3120 нажимаем свойства принтера правой кнопкой мыши нажимаем на xerox выбираем свойства принтера заходим в дополнительно видим надпись драйвер нажимаем нажимаем туда выбираем драйвер от samsung ml2010 нажимаем на него здесь справа будет написано применить нажимаем нажимаем применить окей ждем когда он выполнит установку установка прошла успешно чтобы проверить установился ли драйвер нажимаем правой кнопкой мыши на xerox свойства принтера делаем пробную печать отправлено это все на принтер принтер начал печатать вот принтер напечатал написано вы правильно установили свой samsung на этом я заканчиваю свое видео если у вас получилось установить ставьте лайки пишите благодарите если у вас не получилось установить заходите в группу вк пишите в сообщения лучше отправляйте видео на каком моменте у вас не получилось пишите в ваш windows и мы поможем вам установить драйвер если вы не знаете как написать сообщение нам в группу я показываю вам наглядно заходим в нашу группу справа будет если вы заходите с компьютера справа будет столбик будет написано написать сообщение нажимаем пишем вот сюда все что вы хотите какие у вас ошибки что у вас не получилось снизу будет написано можно добавить видео фотографию лучше отправляйте видео и потом нажимаете отправить ну и все на этом видео закончено с вами был канал я ему принтер всем спасибо